ОМТВЮА про Головне. В Ленгли заявили, что Украина намерена сохранить контроль на части Курской области. Силы обороны Украины освободили за месяц под Курском в четыре раза больше территорий, чем рашистская армия оккупировала за тот же период. Серьезных попыток выбить украинцев в Россию не предпринимает, вопреки словам Путлера, о якобы священном долге. «Священный долг вооруженных сил сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан». По его словам, российские войска уже начали выдавливать вооруженные силы Украины. На самом же деле, за последнюю неделю украинцы даже расширили зону контроля. По данным проекта Deep State почти на 100 квадратных километров. Наступление на Курск продемонстрировало, что силы обороны Украины могут проводить эффективные и масштабные маневренные операции. Оно также вызвало подъем боевого духа у солдат и показало эфемерность так называемых «красных линий». Тут шутят про наши «красные линии». Не надо шутить про наши «красные линии». И они прекрасно знают, где они проходят. Это должно мотивировать Запад активнее помогать Украине. Выбить украинские войска из Курской области будет крайне сложно. Зет-блогеры уже говорят, что это не получится до конца войны. Вооруженные силы Украины закрепились, и там формируется полноценный фронт. Кроме того, этот плацдарм можно будет использовать для нового наступления, говорит военный аналитик Ян Матвеев. К концу августа из приграничных районов Курской области эвакуированы более 100 тысяч человек. Это только по официальным данным. В зону эвакуации попали 8 районов из 28. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. Как вы полагаете, Путин, даже не знаю, как спросить, его поставили на счетчик, что называется, Курская область. Сколько может терпеть, пока Владимир Путин там в Донецкой области решает свои дела? Это, конечно, вообще шедевр. То есть он в очередной раз взял и прямо продемонстрировал, что доплевать мне на россиян, на жителей Курской области в данном случае. То есть для меня захватить чужое важнее, чем сохранить свое. Строг говоря, это полностью противоречит вот этим исполненным российским архетипам. Вот все, кто учились в российских школах, так сказать, да, в советских школах, да, я думаю, в нынешних российских, они вспомнят буквально вот сбивали нам в голову учителя, там, значит, начиная вот с четвертого класса, когда история СССР начинала теперь подаваться, вот, значит, тезис о том, что вот в отличие от других народов, русские всегда вели только справедливые оборонительные войны. Сами они вообще никогда не на кого не нападали. И это вот скимяшивали нам в голову до бесконечности. Кисков даже в начале этой войны тоже пытался это говорить. Вот. То есть оборона для нашего человека – это, так сказать, то святое. Да? И в этом смысле, значит, наплевать на оборону родной земли, которую, так сказать, сапог оккупанта сейчас топчет, зверство которого ты сам расписывал на протяжении долгих лет. Вот. Военные захваты чужой земли – это, конечно, полностью противоречит, ну, вот, базовым установкам того самого электората, на который он всегда опирался. То есть это верх неадекватности. Путин превратился в настоящего фанатика. Он пытался нацию превратить в нацию фанатиков. Это ему не удалось. Мы не видим очередей военкоматы. Значит, нам только Медведев об этом рассказывает. Ну, кто же из нас верит, Медведев? Значит, мы не видим вот этих митингов. Помните, каждый 9 мая у них там раньше, до начала войны было. Можем повторить, на Берлин, на Вашингтон, да, вот эти пряженые там. Огромный толпы ходили по всем городам, так сказать, народ пугали, да. Вот. Где они все рассосались? Если мы сейчас и видим вот российское гражданское общество, не вот официальную пропаганду, которая, так сказать, за деньги делается, а просто гражданское общество, но мы его видим исключительно в форме, ну, там, движения жен мобилизованных или, например, этих несчастных жителей Курской области, которые записывают видеообращение «Путин, помоги». Вот. Значит, ну, то есть, никакой мобилизации нет. Нет нации фанатиков, значит. Зато сам Путин вот ведет себя как абсолютный фанатик. Ведет же поведение фанатика, но вот это приоритет по отношению к... Вот. Приоритет того, чего у тебя нет и что ты хочешь захватить, по отношению к тому, что у тебя есть. У обычного человека, у него вот это, значит, ну, нормальная вот эта иеракция, выстроенная в виде пирамиды, значит, он, ну, для него условный, условный снится в руках, важнее, чем журавль в небе. Вот. А фанатик, он как раз наоборот. Он презирает настоящее, он готов разрушить настоящее, он готов рисковать настоящее во имя какого-то светлого будущего, образ которого у него вот в голове вспомогровался. Для Путина захватить Донбасс важнее, чем сохранить то, что у него есть. Вот Курская область, с его точки зрения, представляет меньшую ценность, чем Донбасс. Новые россияне представляют большую ценность, чем россияне старые. Ну, собственно говоря, это все замечают уже, там, Крым захватил, значит, все деньги туда. Мост через Лену, там, жителям Якутии обещали черт знает сколько лет. Значит, погодите, у нас сейчас Крымский мост. Прямо официально так же говорят. Отложили там в связи с необходимостью строить, там, вот, вкладываться, Крымский мост строит. Жителям Уфы, которые там с советских времен ждут пока, значит, загаженную территорию советского химпрома, там, значит, ну, просто загаженными химическими продуктами, ее надо очищать, потому что оно просачивается в водозапор, и вся северная часть города, в принципе, рискует, значит, ну, то есть, экология ужасная. И вот все из года в год обещают выделить деньги на этот проект федералы. Вот, опять, все забудьте, значит, все деньги в Крым и так далее. И вот сначала Крым, сейчас Донбасс, и с гордостью показывают сюжеты по этому поводу, по телевизору. Да, ну, любому, кто почитает, так сказать, что там народ по этому поводу пишет, говорит, фокус-группы проведет, или в социальных сетях, там, где немодерированные остались, там, почитали, все увидят, что вот местные возмущены, а когда о нас-то вспомнят вообще? И все это теперь еще, понимаете, в гораздо более острой форме выразилось применительно уже к жизням людей. Ну, то есть, бог бы с ним деньги, да, вот он не так перераспределяет, как нам хотелось. У нас забирает и отдает вот этим новым россиянам, так сказать. Завидно, обидно, да, ну, может потерпеть. А тут-то вообще речь идет о том, что армию, которая должна защищать нас, он отправляет туда тем, чтобы спасать этих новых россиян. Черт его знает, где они, есть ли они там вообще? Хотят ли они туда? Чего они сопротивляются тогда, если они, значит, хотят к нам? Ну, то есть, вопросов, конечно, масса к нему. То есть, то, что он сейчас делает, это, конечно, он прям вот, знаете, я прям удовольствие получаю, блядь, на это. Он, значит, буквально... Перед поставкой ракет Вашингтон снимет ограничения на удары по территории всей. Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности, сообщил, что основная цель вторжения – взбудоражить российское общество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова